Привет, меня зовут Артём, и прошедший год показал нам всем, что наши планы легко могут пойти лесом, если какой-нибудь китаец захочет поужинать летучей мышью или поиграть с панголином. Надо жить настоящим, и поэтому я решил дать моему каналу второе дыхание под девизом «Чего хочу, то ворочу». Кстати, бит, который вы сейчас слышите, сделан на этой кухне. Продолжение следует... Для начала я закинул все звуки в аблетон, где я как-то их систематизировал по похожести на барабанную установку либо на какой-то мелодический инструмент, а потом уже работал с каждым звуком в отдельности. Сейчас вы видите весь проект, что в итоге получилось, и давайте поэтапно. Бас-бочка. Это у нас, по-моему, удар чайником. Основной звук бочки – это случайный удар чайником о раковину, который мы впоследствии немного проэквализировали, добавив ему низов, убрав ненужную грязь. И так и оставили. Дальше идёт снейр. Также небольшая эквализация. В некоторых местах необходимо было изменить тон, чтобы было какое-то разнообразие в звуке. Также есть третий вариант звука снейра – это звук, как я ставлю чайник на его родное место. В припевах необходимо, чтобы снейр постоянно бил во второй такт, и это был какой-то такой с ревером, поэтому я взял один из первых снейров, накинул на него сатурн и реверб. Дальше категория странных звуков. Здесь ничего, ошибка не делаем, просто убрали всю грязь снизу и выровняли по громкостям. Вторая часть странных звуков, чтобы они не перерекались друг с другом, я сделал на отдельную дорожку, и получилось это. Хэты. С хэтами всё получилось немного сложнее. Я взял длинную звуковую дорожку, закинул её в сэмплер, точнее в драмрэк, вырезал из неё малюсенький кусочек и использовал его как закрытый хэт и открытый. Вот, открытый у нас ещё и немного проэквализирован с ревербом. А закрытый, по-моему, без всякой обработки. Да. Чисто сам звук. Какой звук это был изначально? Звук. Ложек в посудомойке. На групповом канале «Барабанов» я добавил драмбас и компрессию, чтобы всё звучало прям совсем как ударное. Это без драмбаса. Чётко. Поехали дальше. Райзер. Это звук того, как я набирал воду в чайник. Вот вам и райзер. Как видите, звук сахара в банке отлично подходит на роли с нейра. Немного эквализации. И всё. Дальше у нас бас. Моя любимая часть. На бас у нас ушло две дорожки. Одна с низами, вторая с верхами. Так. Низы сперва звучат так. Верха. Для баса я просто, как вы видите, взял длинную дорожку, что-то в ней выделил. Получается, что звук баса – это звук того, как кипит чайник. То есть я нашёл какой-то звук, где отчётливо слышна вода. И взял его за основу. Дальше немного эквализации. Насыщение Сатурном. Ну и, конечно, гитар-рик. Куда же без него. Особенно шестой. Шестой гитар-рик стал очень радовать. Благодаря своим пресетам и звучанию. Ну просто сравните. Огонь. Всем очень советую. Ну и компрессия, точнее сайдчейн от бочки. На втором басу у нас что? Тот же самый звук. Другая эквализация. То есть убраны практически все низы половины середины. Более перегруженная сатурация. Гитар-рик тот же. Тот же. И тоже компрессия. Вот так и получилось два баса. Дальше у нас идёт небольшой переход, который был сделан благодаря плите, по-моему, да? Так, вот это. Пушка. Синты. Везде, как вы видите, одна и та же дорожка. Вот только здесь отличается сам сэмпл. Потом на примере одной посмотрим, что здесь за исходная дорожка. По-моему, это тоже звук плиты. Это звук, как включается плита. Точнее, просто нажимается клавиша на плите. Сверху мы повесили, как обычно, любимый мной в этом году гитар-рик шестой. И практически всю работу он делает сам. Эквализация. Компрессия. Всё. Это первый синт. Второй синт. Тот же звук, вы помните. Но с другой обработкой. Немного виртуального микса. Гитар-рик. Сверху опять-таки. Эквализация. И расширитель сознания. Надо пространство. Я думаю, здесь только гитар-рик. А, здесь нету VMR. Нету компрессора. И другой синт уже в другом ухе. Ну и вместе они звучат так. Что у нас здесь? То есть это просто кружка, которая стучит на другую кружку, либо осталога прибора в сушилке. Мы это всё обрезали. И добавили обработки. Прямо такие какие-то деревянные колокола получились на ветру. Из кружки. Это очередной райзер, который идёт по питчу. А, это тоже звук кнопки в моей плите. Такой же, как и в синтах. Только с другим гитар-ригом. И самое главное, за счёт чего происходит такой райзер. Это питч-бэнд на MIDI-контрол. Да. И последний элемент этого бита. Это какой-то неумелый синт, который похож на самый дешёвый гитарный плагин в Cubase. Опять-таки, это тот же самый. Это звук с плиты. Просто, возможно, другой его вариант. Как-то по-другому вырезанный в сэмплере. С другой гитар-риговской обработкой. И автопанорам... И автопар... И автопар... И автопанорамированием. А... С автопанорамированием. Вот, в принципе, и всё. Весь бит. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. И вы не забудете поставить лайк, подписаться на данный канал. А самое главное, подписаться на мой инстаграм. Но не потому, что там какие-то классные фотографии, к сожалению. Просто, когда вас в нём станет немножко побольше, я хочу делать музыку вместе с вами при помощи общения через инстаграм. Так что подписывайтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok